Сегодня последний день у нас пребывания в этой гостинице, мы перебираемся в другую гостиницу. Сел сейчас монтировать видео, достал ноутбук. То есть у меня было немного времени, чтобы посидеть, помонтировать видео. Вчерашний день, наш перелет. И смотрите что. Здесь таких розеток нету. К сожалению. А ноутбук сел. То есть вот такие вот, допустим, розетки можно еще это подцепить. А такие уже все. Так что надо будет искать магазин, где есть такие переходники, либо такой провод поменять. И может быть тогда я здесь что-нибудь смонтирую. Вот так вот. Ребята, всем привет. Перебрались мы в другую гостиницу. Это не гостиница, это жилищный комплекс. Кондо называется. Типа как в Китае, как в Гардене. Только это вообще мини-кондо. Получается, мини-гарден. Это вот примерно вот так вот они выглядят. Наш четвертый этаж. Сейчас вам покажу. Всем привет! Всем привет! Короче, вот такая квартирка. Двухкомнатная. Зал-гостиная. А еще здесь есть вот это. Да, шкафчики. Так, вот получается шкаф. Здесь. Что здесь делать? Красится? Да. Красится телевизор, кондиционеры. Вот, ребята, смотрите, бассейн. Вообще, как бы, Хукетка. Деревня-деревня. Нам напоминает это Байкал. Да. Тут такая вот гостиная. Только привет! Посмотрите, тут дальше у нас что идет? Этот балкон. Вещи штушить на улице. 35-34 градуса. Очень жарко. Буквально один день побыли на пляже. И, вон, посмотрите, как сгорел. Дальше. Кухонку я показал. Плитка есть. Раковина есть. Здесь помыть посуду можем. Здесь посуда. Можем приготовить что-нибудь. Чайник, микроволновка, холодильник. И вот такая душевая. Вот такая душевая. Вот нагреватель у них. Душевая большая. Вот так вот. Такая квартира будет стоить 700 бат в сутки. Я считаю, что недорого и очень классно. Тут есть дополнительный матрасник, дополнительные простыни. То есть можно спокойно использовать вот этот диванчик. В общем, семью и четверых человек можно заселиться спокойно. Да, спокойно, хватит. Все, сейчас мы маленечко здесь освоимся и пойдем на обед. Маленький, прям маленький. Коля здесь. А где моя хоть водичка? Смотрите, как в Таиланде готовят еду. Фрай-рай с чикеном. Очень серьезно. Финнис. Попробовал вкусно или невкусно. И показал, что объедение. Если объедение, поставьте лайк. Сейчас я пробую. Такой рисик с мяской. Все вкусно? Здорово. Ребята, принесли том-ям. Знаменитый тайский суп. С креветочкой, с морепродуктами мы попросили. Кальмар. Стоимость 70 бак. На такой тарелочке. С курицей 50 бак. И мы хотим с морепродуктами. Пробуем. Мне такой же делать. И что? Он за... Прям кислый-кислый такой. Чуть-чуть остренько. Мы попросили чуть-чуть остренько. Ну, это хорошо. Мне интересно, что это такое. Грибы. Грибы. Это гриб? Дай мне попробовать, я скажу. Это то же самое? Да, это гриб. Это грибы точно. Очень вкусно. Очень кисло. Ой, обожаю этот вкус. Чувствуешь прям такое кислятина прям? Вкуснотища, да? Горячо. Да, очень вкусно. Такая красота, посмотри. Сконцентрированное молоко, по-моему. Что, что мне вот этот нравится? По цвету уже нравится. Ммм, сладковатый вкус. Не так сильно кисло. И сладковатый вкус. Докольно. Ты должна это попробовать? Я не могу оторваться от этого. Сладковатый, 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 сладковатый. Сладковатый, да. Очень вкусно. Ребята, принеси нам еще одно блюдо. Желтая лапша с курицей, с капустой, морковкой, в соусе каком-то интересном. И грибы. Грибы. Ну, вкусно. Я уже попробовал. Ммм, соус такой интересный, сладковатый. Мы в Таиланде. Бай-бай. Ух, наелись. Съели два супа, два вторых и все, мы наелись. В общем, ребята, чтобы передвигаться здесь, нужно взять мотоцикл. Вот. Мы, короче, сторговались с ней за 264 за сутки. 264 бат за вот такое вот. Это 150 кубов получается. На четырех человек. Мы хотели сначала взять два байка. Я бы ездил с детьми на одном байке, а Катя ездила бы на другом. Но тут такое движение. Тут получается левостороннее движение. Вот. И как бы мне самому будет придется привыкать. И Катя еще не ездила ни разу на бензиновом байке. Поэтому не стали экспериментировать. Взяли один байк на четверых 150 кубов. Я думаю, что нам хватит. Смотрите, здесь какое разнообразие всяких. Допустим, если на одного, я думаю, что на таком можно покататься. Сколько он объем интересен? Понятно. Хонда прям везде написано. Можно вот такие вот взять. Прикольно у них колеса. У всех почему-то передние, большие. В Китае мы ездим. Там обычно примерно вот такие колеса. Может быть даже еще меньше. А здесь какие-то вот прям большие. У всех мотоциклов. Не знаю, с чем это связано. На нашем тоже колеса еще здоровые. Так, съездили мы в магазин, который находится рядом. Большой супермаркет под названием Lotus. Так, купили вафли. Кофе три в одном. Это получается какие-то вафли. То есть мы будем здесь готовить еду, поэтому вот как бы здесь кое-что взяли. Яичницу будем утром делать с сосисками. Катя какие-то сосиски взяла. На, холодильник, доча. Помощница. Сок гранатовый. Сок гранатовый дорого стоит, не помнишь? Не помню, я не буду врать. Ладно. Это куда? Это в холодильник можно. Вот такой вот переходничок взяли. Адаптер-мал. Вот, для ноутбука, потому что у нас там китайская вилка. Это Липтон взяли. Так, дальше взяли. Продукты такие все необычные. Так все по-тайски написано. Прикольно у них такие иероглифы. Иероглифы, буквы. Вот непонятно, как читать. Что так? Что так? Ну почему вот же написано. Ну понятно, понятно, понятно. Просто вот так перевернешь, ничего не меняется. Вот так перевернешь, тоже ничего не меняется. Короче, хлеб взяли. Колбаску взяли. Нарезную. А почему нарезанную взяла? Мам, ты куда? Не знаю, потому что не знаю ничего. Здесь видно. Холодильник, доча. Колбаса. Мороженое. Мороженое дорого, не помнишь? 65 пар. 65 бат. Сколько объем? 840 объем. Отлично. Вот магазин, кстати. Ну-ка, разверни лотус, покажи. Вот магазин, как называется. Так, молоко. Молочко, не знаю, еще не пробовали молоко. Вот такое молоко. Холодильник. Молодец. Шампунь декать. Угу. Шампунь какой-то взяли, шампунь. То есть все, это чай с лимоном пробовали, очень вкусный. Это гель для душа. Это посуду мыть. Там, кстати, есть, Кать. Ну вот, кто знал. Ну ладно, хорошо. Ну вот, 10 бат. Это тоже шампунь. Так, хорошо. Это кондиционер? Шампунь кондиционер. Шампунь кондиционер. Сыр 100... 150 бат примерно. 150 бат. Этот джем, видимо, на хлеб. Да, тосты утром делать дети. Это мыло в туалет. Так. Отлично, отлично. То есть взяли все, как для дома. То есть туалетную бумагу, масло, яйца взяли, яичницу бы не делать. Йод. Вот. Йод мазать рамки. Это холодильник, дочь. Первый день сходили на пляж. Вероника разрезала ногу и руку об камни. То есть такое знакомство у нас было с пляжем. Мама тоже разрезала. И с морем, да. Поэтому взяли, короче, йод. Будем мазать. Холодильник можно. Вот такой вот расклад. Все это нам обошлось в батах. 1641 бат. Вот такой вот раскладик.